Девушки отдыхают Время покаяния закончилось Я снова берусь за оружие И выхожу из теней Пусть все узрят настоящую тьму Всем привет! 31 января этого года вышло новое крупное обновление для Фуона Которое принесло в игру множество изменений, исправлений и немного нововведений Главными виновниками данного торжества стали темные приоры Аполлонский волк Вортигер и свирепая волчица Рзебет Они выступают на поле боя в роли защитников Приоры мастерски владеют мечом и каплевидным щитом Которые используют как при защите, так и при нападении Девушки отдыхают Стойка Бастион позволяет им блокировать удары со всех направлений А вовремя выполненная контратака в данной стойке опрокинет атакующих врагов Данная контратака эффективна против атакующих врагов Данная контратака эффективна против атакующих врагов Любого нападения, кроме пробивания защиты Стойкость темных защитников и команда усиливается с помощью способности приоров На первом уровне это щит с прочностью в 25% Который можно наложить на союзников взамен на собственный незначительный урон Данное умение очень полезно в командной игре Затем менее полезные железные легкие С которыми можно бежать, если закончилась выносливость И третий скилл Ускоренное воскрешение союзника На мой взгляд щит, который может спасти от смерти товарища по команде Это лучшее умение на данном этапе На втором уровне можно выбрать регенерацию в стойке бастион Полезная штука Особенно когда вы истекаете кровью и здоровье вот-вот закончится Затем снижение защиты врагов и воодушевление Которое увеличивает урон и скорость приора И союзников поблизости На данном уровне регенерация это лучший скилл На третьем уровне можно снимать с врага все эффекты щита Затем с помощью второго пассивного умения Приор будет наносить урон врагу При блокировании им ваших ударов И последнее также пассивное умение Это увеличение максимального запаса здоровья Которого хватит на один легкий удар врага Здесь я остановился на втором умении На четвертом уровне выбираю по ситуации Или усиление атаки Или регенерацию Которая запускается если вы стоите или идете вне боя Во время бега она не работает И последнее умение Это недолгий эффект щита Который может повернуть исход боя в вашу сторону О том какие умения выбираете вы И почему Пишите в комментариях под видео С добивающими ударами Приоров пока что не густо Их четыре Давайте посмотрим на них В общем Приоры отличные герои И обеспечивают хорошую поддержку команды на поле битвы С новым обновлением также добавили новую карту гавань Которая доступна в режимах захват территории, уничтожение, схватка, бойня и дуэль А теперь про мелкие доработки старых героев Разработчики изменили многие характеристики Сюгоки Для более активной игры за данного персонажа Время выполнения слабых ударов уменьшили с 600 миллисекунд до 500 Для того чтобы их было сложнее парировать Второй и все последующие слабые удары получили эффект несокрушимой обороны Что повышает эффективность героя при обмене ударами с врагом Но при этом удалили пассивную несокрушимую оборону И уменьшили запас здоровья со 160 до 140 единиц С мощными ударами также поработали Длительность снизили с 1100 миллисекунд до 800 миллисекунд Удар головой больше не отталкивает противника Что позволяет провести комбинацию с неблокируемым мощным ударом Пробить защиту или применить самый известный прием Сюгоки Объятие дракона Который теперь можно прервать И он больше не приводит к гарантированной смерти Но его стало проще применять Избавительница в новом сезоне стала сильнее Разработчики прибавили ей мощи Не столько конечно как было до 6 сезона Но все же это лучше чем ничего У вождя в новом обновлении понизили мощность крушащего удара Но увеличили мощность остальных ударов От атаки по области больше нельзя увернуться Для активации усиленной обороны Теперь необходимо 10 единиц выносливости вместо 15 При подборе игроков теперь учитывается только количество побед и поражений Остальные критерии мастерства учитываться не будут Чтобы это изменение сразу отразилось на алгоритме поиска соперников Разработчики обнулили рейтинг всех игроков Более подробно о сказанных и несказанных мелких изменениях И улучшениях этих и других героев Можно узнать перейдя по ссылке под данным видео Также у персонажей появились новые добивающие удары И новые маски Давайте посмотрим Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok